Залезли под окна, тут люди живут и еще грозят. Я сейчас на вас снежок пучу, тогда узнаете. И в снежок что-нибудь добавлю. Такие угрозы жители дома по адресу Анатолия, 87, вынуждены выслушивать ежедневно. Около пяти лет назад здесь установили шлагбаум, чтобы на придомовую территорию не заезжали посторонние. Но теперь заехать к себе во двор не могут и сами собственники. На страже настоящая гроза соседей. 80-летняя бабуля. А почему, если я собственник, а вы тоже собственник? Рассказывайте, рассказывайте. Рассказывайте, давайте, я жду. Женщина в машине, Лариса Бутенко. Именно она опубликовала пост в социальных сетях с просьбой помочь справиться с самоуправством. По ее словам, ключи от шлагбаума есть только у этой пожилой женщины и ее супруга, который, к слову, является председателем дома. Только они решают, кого пускать, а кого отправлять кружить по району в поисках места. Дошло уже до абсурда, рассказывает Лариса. 80-летняя женщина стала мстить за непослушание. По окончании дня я постоянно получаю какие-то сюрпризы под машиной, на машине. Первый случай – это был рассыпанный корм, смазанное стекло лобовое пилками. Второй момент – это когда у меня, получается, бутылка была вставлена тоже. И один случай – это в 16 января, да, точно это было. Когда я проезжаю здесь, они с супругом на меня накинули, что тебе-то нельзя здесь парковаться. На непристойное поведение жалуются и другие жители. Она стояла возле шлагбаума, ударила меня сумкой. Подскочил он и говорит, я тебе сейчас в красную твою морду ударю. Кстати, как удалось выяснить, угрозы принадлежат людям, которые практически всю жизнь положили на алтарь науки. Отправляемся к интеллигентам за ответами. Юристы же поясняют, что земельный участок, на котором стоит дом, принадлежит собственникам всех жильцов. А все запреты должны приниматься на общем собрании. По словам Ларисы, такого собрания она не помнит. Люди могут обратиться либо в суд в отношении своего, то есть, получается, старшего по дому, или кто-то, кто это именно установил на шлагбаум, либо обратиться в проверяющий уровень, например, в прокуратуру. А что касается самого шлагбаума с замком, то это вообще противоречит законодательству, уверяют специалисты. Если на общем собрании жильцов было принято решение установить шлагбаум, то возле него должен дежурить вахтер, чтобы в любой момент открыть его, чтобы проехала скорая или пожарная машина. А это, как мы знаем, может стоить жизни. Сейчас жильцы дома хотят наладить отношения с супружеской парой. На конфликт с ними идти не хотят и даже переизбирать председателя не планируют. Говорят, не желают заморачиваться. Обращаться в суд и другие ведомства планирует только Лариса Бутенко, но один, как говорится, в поле не воин. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.